Радио России. Главное радио страны. У микрофона Людмила Осипова, за режиссёрским пультом Наталья Замиралова. И мы начинаем новую программу «Серьёзная музыка». Классика, джаз, авангард, концерты, фестивали, конкурсы. Обо всём будем говорить серьёзно. А вот кто будет принимать участие в освещении ярких музыкальных событий. Тимур Халиулин, органист Белгородской государственной филармонии. Эльмир Низамов, композитор, Казань. Я расскажу вам о премьере своего мюзикла. Анна Бутурлина, джазовая певица. Антон Сафранов, композитор. Андрей Бардин, органист Красноярской краевой филармонии. Айдар Гайнулин, баянист и композитор. Я представлю вам мировую радиопремьеру. Ну что ж, начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Тимур Халиулин. Я органист Белгородской государственной филармонии. И это рубрика об органной жизни России. Напомню, что история короля инструментов в нашей стране насчитывает совсем не так много времени, как европейская. И первое упоминание об органе встречается лишь во времена Киевской Руси, когда орган уже прочно и давно укрепился в европейской музыкальной культуре. На фасаде Софийского Киевского собора есть изображение скоморохов, играющих на музыкальных инструментах, среди которых есть духовой орган. Отчетливо видны трубы, одна клавиатура и даже есть изображение двух калькантов. Кальканты – это люди, которые нагнетают воздух с помощью ножных мехов. Со времен тех скоморохов, а по сути и со времен тех первых органистов на Руси, многое произошло в истории. Инструменты уничтожались при Иване Грозном вместе со скоморохами, привносились с заморской культурой при Петре Первом, были трагические страницы органной истории в советский период, а затем в постсоветский. Эпоха возрождения органа связана с деятельностью Гарри Гротберга. И уже сегодня, в 21 веке, мы наблюдаем небывалый всплеск интереса к органу и органному исполнительству. На данный момент в нашей стране насчитывается около 160 духовых концертных органов, и кроме этого еще большое число цифровых электронных инструментов. Только за последние 10 лет построены органы в Белгороде, в Пензе, Мурманске, Ёжкороле, в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, в концертном зале Мариинского театра, в Московском Большом театре, в концертном зале Зарядье. Вновь зазвучал отреставрированный орган Большого зала Московской государственной консерватории. Проводятся всевозможные конкурсы органистов, фестивали, органные чтения, появляются и органные журналы, журнал «Орган», органные салоны, энциклопедия «Органы России», буклет «Молодые органисты России». Крайнее заседание секции «Союза концертных организаций России» состоялось в октябре в Калининградском кафедральном соборе и была приурочена к церемонии награждения первой Всероссийской премии «Органист года». Место это было выбрано не случайно. Я напомню, что именно здесь, сегодня, в России, находится самый крупный духовой орган. Здесь же проводится крупнейший международный конкурс органистов имени Таревердиева. Вторым по размерам после Калининграда считается орган в концертном зале Зарядье. И на сегодня это один из новейших органов нашей страны. Французская фирма «Мюлязин» построила универсальный современный орган с двумя пультами. Один встроен в тело органа, другой выносной. Инструмент имеет четыре мануала, 85 регистров. Сегодня этот инструмент считается самым большим в столице. Церемония открытия органа в зале Зарядье попала в Книгу рекордов как самый длинный и непрерывный органный концерт. 24 часа проходил марафон из 12 зарубежных и 12 российских органистов. Мне посчастливилось принять участие в этой церемонии в числе 12 российских органистов. Так что я видел эту церемонию изнутри. Это невероятное действие. Я сделал небольшое видеоотчет и приглашаю всех познакомиться с обзором органа зала Зарядье на моем канале в Ютубе. Вы также можете встретить обзоры и других органов нашей страны. Кстати, самый маленький орган нашей страны расположен на моей родине, в городе Ижевске, Этудмуртская республика. Сегодня я представляю Белгородскую филармонию и ее замечательный орган, который совсем недавно, но уже очень прочно и уверенно занял свое место на органной карте России. Немецкая фирма Херман Ойля известна своими органами в нашей стране. Это Челябинск, Ульяновск, Петербургская консерватория, зал Санкт-Петербургской академической государственной капеллы, ну а из европейских работ знаменитый Мацартеум в Зальцбурге. Орган в Белгороде имеет 3000 с половиной труб, 39 регистров. Это механический универсальный инструмент, который пригоден для исполнения музыки совершенно любого стиля, от старинной до баховской, до современной рок-музыки. С вами был Тимур Халиулин и до новых встреч в нашей рубрике об органной жизни России. Новости музыки Мацартеум 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 Мацартеум